У нас наша сестра Елена уже скоро уезжает обратно в Харьков и захотела сказать слово, свидетельство. Давайте тоже поприветствуем. Приветствую, братья и сестры. Наконец-то я решилась. Почему решилась? Пару служений назад пастор Геннадий говорил, я вижу в тебе Христа. Я стала видеть в себе Христа. Это настолько потрясающе, потому что я знала, что Он есть, я знала, что Он движется в моей жизни, существует, но я в себе Его не видела. Я считала, что моя жизнь, те ситуации, которые Господь решал в моей жизни, ну они ничего не стоят. Кому толку об этом рассказывать, что Бог творит? Что Он меня исцелял, так Он всех исцеляет, что Он мне давал там финансовое обеспечение, так Он у всех в жизни, у верующих, в принципе, действует. Но вот это Его слово, мы с Сашей потом начали друг другу это говорить, я вижу в тебе Христа, оно начало производить в моей жизни действия. И еще второе, я сейчас провожу свидание с собой, и я для себя взяла, что мои рутинные действия это святые, священные действия. И когда я на свою жизнь такое ревью начала смотреть, я поняла, что Господь очень много сделал для меня. Я хочу этим поделиться. Господь мне сказал, что закончилась книга, нужно ее, как бы уже Он дописал историю, это длиною в жизнь, наверное, последний год. Я этим годом хочу быстренько поделиться, что Он делал в моей жизни, и как это все происходило. Мы в Харькове ходим в церковь река жизни, у нас небольшая церковь, но я ее называю своей семьей, потому что чувствуешь себя, ну вот, замечательно. Ты понимаешь, что все братья и сестры, мы в едином. У нас служение комнаты стылений, и пастор Сергей со своей супругой Яниной проводит основное направление в нашей церкви, это служение, восстановление семей, взаимоотношения родителей, детей. И в моей жизни это привело к глобальным просто результатам. В прошлом году к нам приезжал миссионер Шерон с мужем Гонзалес. И они проводили практические такие семинары, хождение с Богом. Ну, я любитель семинаров, люблю все новое, ну в каком плане новое, практиковать особенно на себе. Естественно, было время. На то время я была без работы, то есть неопределенно было, куда идти, в какой сфере зарабатывать. Все старое, я понимала, мне уже как бы не хотелось. И мы начали практиковать хождение с Богом. Я сходила за руку с Богом, я помнила, что я под покровом живу, что мне нечего бояться и нечего страшиться. И Господь начал передо мной открывать новые сферы. Первую сферу, до этого я работала в торговле, в бизнесе, вот это было то направление, в котором я большую часть своей жизни двигалась. И он начал открывать сферы детей, сферу детей. У меня есть образование психолога, но с детьми я никогда не представляла, что я буду работать. Хотя мои мысли, это не Бога мысли, и мои пути не его пути. Я вспомнила, что до этого я не мечтала, но служила целый год или два в детском служении. Думаю, интересно, Господь. И вот я звоню по объявлению, меня принимают коротко, принимают на работу, и я понимаю, что я сейчас даю тесты, экзамены, и я буду работать. Но у меня была мечта отдохнуть. И я думаю, как же мне отдохнуть. И мы начали с дочкой молиться, она у меня тоже такая горящая, верующая. В прошлый раз удалось даже, она здесь побывала. Мы с ней начали молиться. Но мне сказали, что мест нет, нереально. Сейчас вот сезон начинается, в самолетах мест нет. Но так как мы с ней движемся в пророческом, и я любитель пророческих действий, мы с ней достаем чемоданы, берем чемоданы, и мы представляем, что как будто мы с этими чемоданами в самолет уселись и говорим, во славу Иисуса Христа. Да неужели ты, Господь, для своих двух дочерей не найдешь два места в самолете? Нет же, невозможно. И тут через полчаса звонит подруга, говорит, три места. Я говорю, Иисус, и ты с нами. И мы втроем, счастливые, на следующий день нам вылетать. И мы говорим, а летим мы по фортуне, четыре звезды в Турцию. Я говорю, Господь, я не знаю, какие четыре звезды, разная рассказывает, но я знаю, что у нас будет комфортный пятизвездочный отдых. Ну так и свершилось. Когда мы приехали с группой, долго не буду, из 13 человек по одной и той же путевке из города Харькова, мы с ней оказались в номере лакшери. Это было, все удивлялись, как мы туда попали, и сами, которые нас поселяли на администрации, тоже были удивлены, что как же вы тут живете. Мы поменяли три гостиницы, то есть как ревью у нас была гостиница, замечательное место, просто я видела, как Господь двигался. О работе. Меня взяли на работу преподавателем ментальной арифметики. Я никогда не работала ни с математикой, ни этим. Ну я прошла курс, дала экзамены, начала вести группы, начала делать как бы наборы сама. Господь двигал, двигал, двигал. Все было замечательно. Однажды в церкви у нас была нужда, приехала миссионерская семья из Африки, и они нуждались в вещах. Ну я посмотрела по списку, думаю, есть мне чем поделиться, благоустроить. Я приглашаю домой, говорю, довезите только сами. Что это дальше дало? На следующий какой-то там через неделю период этот миссионер мне звонит и говорит, Ваня, говорит, Лен, мы нуждаемся в помощи, я мотаюсь, супруга учится, нужно с девочки няня. И мне ниоткуда приходит работа няня. Я думаю, Господь, ну я же вообще не планировала ни с детьми, а тут и все няня. И хорошо, деток я очень люблю. Начала работать няня. Вот эта возможность, что они мне доверили, свою маленькую, год и четыре девочки, Вика. Доверили девочку, открыли на целый год мне возможность работать с другими детьми. То есть откуда ни возьмись, одно предложение, другое, третье. То есть фактически я была трудоустроена без трудоустройства. То есть у меня была работа, причем те сферы жизни, о которых я даже никогда не могла думать, никогда не мечтала, не видела я себя даже в этих сферах. Но Господь говорит, что мои мысли, они выше твоих мыслей. И мои пути, они выше твоих путей. Когда я начала дальше двигаться, Господь куда же дальше, Он меня повел в пророческие школы. Я начала обучаться в пророческих школах, к чему это привело. Пророческие школы – серьезные вещи, у них есть нормативы, регламенты, отчеты, сессии и всякое такое. Естественно, я хотела доучиться до конца, и они мне дали то, что я по три часа проводила время с Богом. Это погрузило меня в такие отношения с Богом, где я научилась Его переживать, познавать, где просто отдыхать в Его присутствии. Эта возможность начала открывать разные дары, которые Он через меня высвобождал. То есть я научилась видеть видение, я научилась понимать сны, насколько это возможно. И я видела, как мало-помалу то, что я начала приобретать, я могла уже это сеять и делиться с другими. Я видела приобреженные жизни, пусть там 3-5 человек, на которых уже я могла влиять. Влиять в хорошем смысле слова, то есть делиться Богом, делиться Господом, который живет внутри меня. Подытоживаю дальше. Попала я в Болгарию. Уникальным образом. 9 марта, как сейчас помню, у меня возникает идея, а не поехать или куда-то поработать. Дочь может у бабушки побыть. Уникальная возможность, тем более контракты летние с детьми заканчиваются. На следующий день ответ от Господа. У нас в церкви есть группа, семья. И одна сестра, она просто публикует информацию, что есть такая возможность поехать в Болгарию поработать. Возможность открылась. Я говорю, Господь, ну вообще уникально, насколько ты непостижимый, невероятный. И сегодня я здесь, я уже проработала, у нас 30-го числа заканчивается контракт. Мы уезжаем отсюда. У них вообще такой работы, наверное, я даже не мечтала, что у меня будет такая работа. Это не работа, я говорю, когда же я буду работать. Это удовольствие просто, когда ты и отдыхаешь, и даже была возможность евангелизировать, и наслаждаться всем, что Господь для меня открыл. Также, маленький еще момент, неделю назад был мой папа с дочкой. То есть Бог дал такую возможность их пригласить, чтобы они погостили. Было несколько ситуаций с папой, в которой он сказал, я таки понимаю, что Господь есть. Он у меня так с осторожностью относится, что я в церковь хожу. Но те ситуации, которые сложились, он говорит, я вижу, что Господь есть. И когда он уехал, я говорю, пап, ну как тебе понравилось? Он первый раз был за границей. Он говорит, Лена, у меня был отдых, как в 73-м году. То есть настолько, меня еще тогда просто не было, говорит, беззаботно, без ничего. И он мне пишет, благословляю, пусть Бог вас благословит. То есть вот эти слова, это подтверждение того, что Он видел в нас Христа. И слава Богу, Господь, начавший свое дело, Он свершает его до конца. Мое послание о том, что в маленьких, рутинных каких-то действиях, чтобы мы видели святые, большие дела нашего великого, неповторимого Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа, в Котором мы имеем все. И на сегодняшний момент я могу сказать, что я любимица папы. Папы на любимице. Я раньше не могла такого сказать. А теперь я не только это знаю, но я это переживаю, как говорил он. Спасибо большое и в вашей церкви. Не всех я знаю, но вот атмосфера такая. Действительно, семьи. Вы замечательные. Я приглашаю, если кто-то будет в Харькове, в нашу церковь, в церковь река жизни, вдруг удастся кому-то на Украине побывать. И здесь вот, когда молились, я видела такое видение, когда ласточки летят в теплые края, вот у вас место такое, где ласточкам есть, где перезимовать. Замечательное место. Благословляю вас. Спасибо огромное.